Татарский кинематограф явление, которое раз за разом доказывает, что производство региональных проектов имеет не просто право на жизнь, а право на существование и развитие. На данный момент значительный его пласт составляет экранизация татарских классиков. Однако киноделы стремятся освоить новые вершины и берутся за самые разные темы и жанры. К сожалению, некоторые трудности мешают полноценному развитию индустрии в регионах. Одна из них – выход в прокат. Сейчас увидеть татарские картины можно в интернете, на спецпоказах в селах и деревнях, а также в кинотеатре «Мир», который располагается в столице Татарстана. И этого действительно мало, чтобы привлечь зрителя. В прокат выйти татарскому фильму безумно сложно. Все мои коллеги, я сам, сколько и не учимся, чтобы тот фильм появился хотя бы в одной сети, Киномакс, не знаю, там Каро, это надо очень сильно постараться. Сильно давление раньше голливудские студии. Сейчас их, как говорится, уже нет крупных в России. Мы не сможем смотреть там Дисней и так далее. Но тем не менее, московские компании все по себе поджали. Северная сетка вещания и сетка проката забита полностью московскими проектами. Буряты пытаются, башкиры, татары, вот как раз с региональным кино. Немного дагестанцы даже. Пока что кино все максимально московское или питерское. Другая не менее важная проблема на пути к стремительному развитию татарского кинематографа маленький бюджет. Конечно, многие скажут, что главное в фильме идея и грамотное исполнение. Однако, будем честны, в нынешних реалиях важно качество картинки и хороший постпродакшн. Сейчас татарский кинематограф существует в основном за счет государственной поддержки. В среднем на одну полнометражную картину выделяется около 4 миллионов рублей. Для сравнения, бюджет одного эпизода сериала на телеканале ТНТ в 2-3 раза больше. И здесь мы попадаем в замкнутый круг. Чтобы повысить качество фильма, необходимо увеличить бюджет. Чтобы его окупить, необходим выход в прокат. Но в прокат, ввиду отсутствия качественного с технической точки зрения продукта, выйти не получается. Почему? Да потому что такому фильму, увы, сложно конкурировать с проектами, у которых бюджет гораздо выше. Есть и другая проблема. Некоторые региональные проекты слишком локальные для широкой публики. 90% случаев, когда говорят, вот как жаль, что у нас татарское кино, почему оно не идет в федеральном прокате, почему оно не собирает кассу в России. Да потому что мы не видим, что там интересно. Фильм, который нам кажется очень интересным, совершенно непонятен, например, зрителю из Нижнего Новгорода. Ну, в смысле он понятен, но они говорят, ну зачем? Нас это не волнует. Это не то, что у нас вот в душе болит, и это... Вот. То есть, а говорить о том, что, ну, это универсальная тема, допустим, это про любовь, это про дружбу. Ну, знаете, вот таких универсальных тем не бывает. Надо как-то уметь их найти. Однако нельзя не отметить тот факт, что люди все же хотят видеть татарское кино. Киноделы отмечают, что особый интерес оно вызывает у жителей малых городов, сел и деревень. Одна из главных особенностей республиканских проектов состоит в том, что герои, как правило, говорят на татарском языке. Эксперты считают, что поднять региональный кинематограф на существенно новый уровень может частное финансирование и поиск новых тем и жанров, которые будут интересны не только в Татарстане. Сегодня республиканское кино находится на таком этапе зарождения, сталкивается с трудностями роста, и само республиканское кино ждет своего зрителя. Оно находится в поиске зрителя, а зрители ждут прорывных картин на киноэкранах. Когда татарские киноделы смогут стабильно поставлять свои картины российским прокатчикам, сказать сложно. Утверждать можно лишь одно. Сейчас татарский кинематограф опирается на их энтузиазм. Кино в Татарстане есть. Была бы возможность помочь ему развиваться быстрее. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы. Универньюз.